Всем привет! Сегодня я отвечаю на историю своей подписчицы, зачитываю письмо. Вы тоже можете написать в комментариях ваши советы, ваше мнение. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Очень нравится ваш канал и тема, которую вы разбираете о турецких мужчинах. Это помогает их лучше понять. Этим летом первый раз у меня произошел курортный роман. Он старше меня на 10 лет, мне 36, но я сказала, что мне 32, о чем немножко пожалела. Он начал ухаживать за мной, делал абсолютно все, что я просила, относился как к принцессе и так же меня называл. Потом у нас была близость, и он так же был во всем после этого заинтересован. Выкладывал наше совместное видео себе в инстаграм, как он сказал, когда это никогда он ранее такого не делал, когда были другие девушки у него. Его друзья начали его поздравлять. Потом я улетела к себе в Россию, и он начал писать и звонить каждый день. Я ему решила сказать, что у меня есть двое детей. Он впал в ступор и не мог прийти в себя три дня. Потом сказал, что все будет хорошо, для него это не проблема. Он звал меня к себе, но я сказала, что не смогу приехать, так как дети ходят в школу сейчас. Приблизились школьные каникулы, и он предложил приехать опять. Хотя первая я завела речь о том, когда уже мы встретимся, то есть инициатива была от меня. Он попросил сказать ему дату прилета и вылета. Я сказала, что билеты я куплю сама. Но подумав два дня, я решила, что он мужчина и должен купить их сам. Я написала ему об этом. И он сказал, конечно, чтобы я готовила просто дату. Я не могла определиться с датой два дня и написала ему одним вечером, как настроение. А он написал, что хорошее, ничего не спросила в ответ. Я спросила, все ли в порядке. Он прочитал и не ответил. Я просила еще раз, что же у него случилось. Но он ответил, что придется отложить мою поездку, так как ему надо к маме в Стамбул. Я думала, он переживает, поэтому долго мне не отвечал. Но выяснилось, что он проводит время у своих друзей. Я спросила его, что получается, до лета мы не увидимся. И он сказал, что не знает. Потом попросил скинуть даты всех каникул и написал, что весной и летом у нас точно получится. Я обиделась, потому что мы планировали приехать. Я поставила свою фото в Торис в Инстаграм, задав вопрос на фото, что вы любите делать ночью. На утро он увидел это, устроил истерику и сказал, что мы будем просто друзьями, что это самое верное решение. И сказал, что теперь он будет лайкать девушек в своем Инстаграме, а до этого я ему этого запрещала. Я пыталась примириться, но он сказал, что теперь я свободна, я могу делать все, что я хочу. Объясните, пожалуйста, это точка, конец, так резко или человек на эмоциях так среагировал и объявится потом. Но самое главное, стоит ли воспринимать эти отношения как серьезные или к чему-то серьезному они могут привести. Я нахожусь в шоке от этой ситуации. Я там немножко девушке ответила о том, что я не могу сказать точно, что им руководило. Вопрос-то ко мне как звучит. Объясните, пожалуйста, это точка, конец, так резко или человек на эмоциях так среагировал. Я не могу знать, я не этот человек, понимаете? И девушка немножко потом мне в ответ еще дописала. Просто человек сам был заинтересован в моей поездке к нему. Каждый день писал, узнавал, где я, с кем я, постоянно просил приехать. Но все за один день у меня поменялось. Когда я сказала, чтобы билеты купил он. Конечно, сразу ответил, конечно, но через день-то сказал, что не получится. В этот раз поездка это столь, сто процентов. И когда я стала допытываться, когда возможно, он сказал, ну весной или летом. На протяжении всего времени, два месяца после нашей последней встречи, он постоянно говорил, как скучает, думает обо мне и с моими детьми смирился. И даже говорил, что после наших встреч, возможно, мы с ним поженимся, что он этого хочет. Хотя я ему сразу сказала, что замуж я не собираюсь больше. Еще был момент, на который я обратила внимание. Это то, что на сайте, где мы познакомились во время отпуска, у него был указан возраст 42 года, а у меня 32. Спустя пару дней он признался, что ему 46, и показал паспорт. А я так ему и не сказала, правда, что мне тоже 32, а не 36. Что мне не 32, а 36. Еще был странный момент, что когда я ревновала его, находясь уже в Питере, он сказал на это, что не хочет мне больше врать, и что машина дорогая, на которой мы катались, не его. Я спросила, а дом-то твой? Он сказал, что дом в аренду у него. Дом достаточно большой и красивый, с видом на горы. Сказал, что соврал мне вначале, чтобы меня не потерять. Но при этом у него брендовая одежда, и в целом недостатка в деньгах у него нет. Постоянно проводит время на яхте со своим другом в Геджике. Геджик это возле Мармориса, насколько я помню, в 40 километрах город. Постоянно благодарил меня за чувство любви, которое я ему подарила. И тут такая резкая ситуация, что поездка отменяется, и он не знает точно, когда мы увидимся. Но при этом все называл моя любовь, моя жизнь и так далее. Ревность у него раньше была, и у меня тоже. Мы даже ссорились, но на следующий день помирились. А в этот раз человек стал истеричным. После публикации моей фото в сториз, и говорил, давай останемся друзьями. Хотя раньше всегда сглаживал все углы сам. Я даже думала написать, но потом подумала, что это будет унижением для меня. Хочется попробовать продолжить общение дальше. Вот это нездоровая история вас отвергает, и вы хотите дальше. При таком же хорошем отношении, как и раньше. А оно уже не хорошее. А раньше, как говорится, фарш обратно прокрутить нельзя назад. Стоит ли сделать самой первый шаг, или это отпугнет турецкого мужчину? Или он оценит только гордую девушку, которую ему придется дальше завоевывать. И непонятно, сказано ли это было действительно на эмоциях, или правда это окончательная точка. Буду очень признательна хотя бы в двух словах услышать ваше мнение. Это точка, или просто человек так сказал на эмоциях, чтобы приструнить меня. И интересует именно ваше мнение, так как у вас большой опыт. И чувствуется, что вы знаете очень многое. Спасибо. Если вы не знали, как правильно, продуктивно потратить время в локдаун, чем заняться, я вам настойчиво рекомендую присоединиться к нашему марафону, который стартует 4 ноября. Марафон «Сам себе психолог. Борьба со страхами». Что, какая информация, что интересненького там у нас будет в этот раз? Это 4 прямых эфира в течение месяца. Каждый эфир у нас происходит в 8 вечера, в четверг, каждую неделю. Где я буду давать вам задания и информацию. Вы узнаете о том, что такое страхи, фобии, страхи, панические атаки. Почему они бывают, почему они приходят зачем в нашу жизнь. Как с этим бороться. Как можно определить, когда я могу себе сам помочь, или когда мне уже пора обращаться к специалисту, психологу, а может быть к психиатру и так далее, или к терапевту. Также я вам дам конкретную схему, на которую можно наложить любой свой страх, любую свою фобию и побороть ее. Я вас научу принимать свои страхи, знакомиться с ними и избавляться от них. Быть свободным, управлять своей жизнью. Хватит обслуживать страхи. Контролируйте свою жизнь. Живите для себя и в свое удовольствие, а не в страхах и в беге от своих страхах. Бежать можно бесконечно. Единственное решение проблемы — познакомиться со своим страхом. Возможно, подружиться с ним. И расстаться. Это сделает вас гораздо сильнее и поднимет вашу самооценку. Наш марафон стартует 4 ноября. Я вас всех приглашаю. Для участия вы можете написать мне на почту письмо. В теме письма просто указать «хочу» в марафон. Стоимость участия в марафоне — 2300 рублей. Спасибо всем за внимание. Сейчас продолжаем смотреть. Я опять скажу. Я не могу знать, точка, не точка, что это было. Но давайте пообщаемся на эту тему. Смотрите. Когда я это анализировала, честно скажу, мое мнение было, что этого человека отстранило отчасти. Вы мне об этом раньше писали, что он начал отдаляться, когда я узнала о том, что у меня двое детей. Он взял паузу. Три дня был в шоке. Его это выбило из колеи. То есть к такой дополнительной нагрузке ответственности человек был не готов. Это 100%. Потом он с этим, вы даже написали такими словами, он с этим смирился. Он принял это. Он даже не говорит, что он всей душой и телом полюбил. И такой, о, да, классно. У меня теперь, у тебя там двое детей. То есть у него, он говорил, что может быть мы поженимся. Он бы хотел. Понимаете, это все еще не очень-то серьезным делом пахло. Просто притирка какой-то, ознакомлением на расстоянии. Я считаю, что первое в его голову звоночек капнул, это наличие детей, о которых он не знал. И они для него, скажем так, как снег на голову появились. Это его обескуражило. И эту ответственность он точно не рассчитывал. Хотя ему, казалось бы, 46 лет. Мне вообще интересно, что нет ни слова о его бывшем, прошлом каком-то. Да, жена, дети были. Нет, что это такое? 46 лет у него типа ничего нет. И не было никогда в смысле памяти прошлой. Ну, какие-то дети, может, где-то есть. Ну, это как бы логично уже должно было быть. Тусуется. Вот про деньги интересный вопрос. У него жизнь в аренду. Вы сами сказали, машина не его, дом в аренду. Но при этом у него есть там брендовые какие-то шмотки. Тусуется там с другом. Ну, лодка тоже не его яхта, а друга, скорее всего. Или они там ее арендуют и так далее. Я к тому, что жить в аренду. Здесь очень многие так любят. Жить в аренду, жить в кредит. При этом, да, ну, покупают, но шмотки дорогие тратят на это деньги. И что? Но по факту, кроме этих-то шмоток, ценности никакой нет. Все это не его, а все арендованное. То есть, опять я про ответственность. Это показатель взглядов его на будущую. Человеку 46 лет, Николане Двора своего у него нет. Я просто на что, как есть, говорю, да, обратите внимание. Ответственность, опять же. Далее. Мне кажется, вот это его появление, скажем так, ответственности детей напрягло. И он просто, на самом деле, последняя точка про билеты была. Когда я ему сказала, я сама куплю билеты, все замечательно. Потом я раз такая, через два дня ему, а ну-ка ты покупай. И все. Вы прямо, ваша причина, вы указываете. Он изменился фактически. Стал себя по-другому вести. Пропадать вот это все, потихонечку съезжать. И вот, в общем, имеем то, что имеем по факту. И вы сами это не отрицаете. Говорите, что проблема в билетах, когда я попросила сама его их приобрести, передумала. Не буду я сама покупать. Вот он изменился. Вот вам показатель. И финансовый вопрос его напрягает. И вот эти брендовые шмотки, на которые вы указывали, потому что они вообще поддельные. Здесь вот только фейков в Турции производят. Еще не факт, что они настоящие брендовые. И к тому, что вот эта показуха очень важна человеку. А по факту имеем, что имеем его напряг. Вопрос билетов. Не готов денежки тратить. У него их, скорее всего, нет. У него нет там дома, он арендует. Но здесь очень многие живут на арендных квартирах. Всю жизнь. Это вообще не вопрос. Машина там оказалась тоже не вот. То есть у него а-ля такого фейкового, фальшивого очень много. То есть он создает картинку, пытается казаться лучше, чем есть, на самом деле. Или показывает, что у меня как будто бы чего-то больше. А наличие двух детей, это еще наличие двух еждивенцев. И он понимает логически, что у него денег прокормить у вас всех троих условно не будет. Или он это не потянет. Естественно, он нашел первый момент, чтобы зацепиться, поконфликтовать. Он какую-то ерунду вообще, какие-то stories в инстаграме. И быстренько съезжает с этой темой, нашел полос, чтобы с вами расстаться. Я не могу знать, серьезно он это сказал. Или можно как бы с ним еще помириться. Пусть девочки в комментариях это напишут. Я не заглядываю людям в голову не ясновидящие. Вы можете это у него самого спросить. По сути, если вам это так интересно. Можем мы с тобой помириться или нет? Вот вы меня сейчас по сути спрашиваете. Я бы хотела, как вы ставите вопрос, продолжить общение, но как было раньше. Как было хорошо раньше. Но видите, обстоятельства изменились. И человек себе показал не с лучшей стороны. Мы обратно фарш прокрутить не можем обратно. Правильно? Как раньше уже точно не будет. Потому что у вас уже есть к нему претензия. Он уже себя зарекомендовал и показал вот с такой стороны, которая вам не нравится. И вы ее не принимаете. И вы сейчас, я вот на что хочу обратить ваше внимание. Сейчас себя пытайтесь приболтать. Закрыть глаза, смириться. И у меня берете на это протекцию. Спрашиваете, Галя, подскажите. Будет нормально, если я там упаду в ноги и буду мириться? Или он оценит только горду? Какой мне надо быть? Какую мне стратегию надо выбрать? А выбор стратегии, это заведомо одевать маску. Быть ненастоящей. Я выбираю стратегию, у тебя спрашиваю рекомендации. А такая стратегия сработает? Подтвердяй. Правильная стратегия? Что делать-то? А я сразу говорю, выбирая стратегию, одевая маску, не будет здесь счастья. Ты должна быть такой, какая ты есть на самом деле. И поступить так в этой ситуации, если тебя обидело. Вот этот важный момент, на который ты сейчас пытаешься закрыть глаза, и берешь у меня протекцию, подскажи, помоги мне закрыть, смириться, может быть, успокой меня. А я хочу сказать, это вот он, звоночек, на который не надо закрывать глаза. Вот этот важный момент, молодец, девочки, вам пример будет. Вот здесь надо смотреть, вот он какой. А мне сейчас... И вот приняв эту информацию, а мне такое надо, не будет так, как было раньше, какое условие ты выдвигаешь. Да, я хочу, чтобы было как раньше, так же хорошо. Все уже не будет. Он уже перечеркнул своим поведением. Он его уже показал. Обратно не будет. Будет вот так, и теперь по-другому как-то. Тебя это устраивает. Здесь и сейчас решай. Мне нравится. Я это принимаю. Живу дальше. Пытаюсь, например, там, помириться. Вернусь все назад. Окей. Пытайся. Но дело в том, что у тебя внутри есть непринятие, недовольство. Негативное такое вот ощущение, эмоция. И ты ее сейчас пытаешься заглушить. И это неправильно. Потому что со временем это потом вылезет, это претенния. Там где-то подставит, обманет или еще что-то, если вы помиритесь. И ты будешь думать, блин, вот он был, этот звоночек. Все же я к нему не прислушалась. Надо себя уважать и любить. Надо слушать свои эмоции. Что у тебя, что, как ты себя сейчас ощущаешь? Да, приятно. Вот я как прочитала в письме, он за мной ухаживал, много внимания, красиво себя вел. У него есть деньги. То есть он давал, там, не знаю, по кафе МФЭ каким-то водил правильно. То есть показывал себя, да, что он там. Он за мной хорошо ухаживал. Я чувствовала, что у них какие-то денежки. Это просто отмечалось, да. А далее само внимание было приятно. И вот сейчас, например, дома у себя я этого не испытываю. Других мужчин, поэтому меня к нему тянет. Но вот вылезли моменты, что денег-то у него этих, как по факту, нет. Что он может, он с друзьями тусуется. Он вообще несерьезный чувак. И вы говорите, причем мне нравится. Я замуж не собираюсь. А просто, типа, приятно бы проводила время. Давайте не будем врать по себе, правильно? Если ты не хочешь замуж, ты находишь себе мужика попроще, в районе доступа, если тебя там условно закрывать свои какие-то физические потребности и просто там встречаться. Ты находишь мужчину в своей стране, желательно в соседнем доме, ты себе находишь минимум проблем. А если это далеко с проблемами на расстоянии иностранец, это же ненормально, нелогично, если я на него замуж не собираюсь в будущем. Просто так кататься друг к дружке в гости, развлекаться, так это ненадолго. Рано или поздно вы устанете, надоест. И будет тогда результат. Либо давай мы с тобой, дружок, будем жениться, собираться. Ну, в смысле, серьезно оформлять как-то отношения наши, потому что мы устали ездить туда-сюда. Или мы расходимся. То есть этот исход либо будем вместе навсегда надолго, потому что ездить туда-сюда, это будет долго, вы устанете. Либо мы расстаемся. То есть вот этого общения с иностранцем или на расстоянии с трудным каким-то далеким мужчиной, это априори ведет либо к серьезным отношениям, сближению нашему, либо расставанию. Вот так ездить туда-сюда постоянно, это неудобно, это не та форма общения. И поэтому, раз вы так за него хотите держаться, давайте признаемся себе правду, как минимум скажем, что я была бы не против выйти второй раз замуж, или за него, если было все так хорошо, как было у нас изначально. В общем, я к тому, автор письма. Я хочу, я не знаю, конец это или нет, мне от меня это зависит, человеку в голову залезть не могу. Но я рекомендую рассмотреть это не как закрытие уговор себя самой, пойти на уступки и там, например, мириться, а как сигнал важный принять то, что он вот такой, и уже потом подумать, а мне вот с такими проблемами мужик нужен, это не тот, который был на курорте, когда мы общались. А вот по факту сейчас имеем вот такое, и вот действия вот такие, вот сейчас, и по ним я сужу, мне нравится, приятно, хочу я себе это или нет. Если мне не нравится, неприятно, мы делаем вывод, и там, условно, там, не пытаемся помириться, расстаемся. Если мне, окей, устраивает такое к себе отношение экономичное про билеты, вот эта история, ну да, можно попробовать помириться. То есть надо себе давать отчет, что он вот такой. Не надо из него вылеплять, додумывать, улучшать каким-то образом и приписывать ему качества замечательных, которых у него нет. Вот мой вердикт вот такой. На самом деле, это вообще ни разу не серьезная история, когда человек пытается вот прямо во всех моментах, видно, казаться лучше, чем он есть, на самом деле. Это же проблема с самооценкой. И поэтому в его словах и в действии очень может быть фальшивки, фейка, подделки. В том плане, что он больше говорит языком, обещает, производит впечатление, но по факту, когда касается вот типа билетов, вот она проверка, понимаете, он ведет себя вот таким образом, себя показывает. Так что выводы делать вам. Пишите в комментариях, что вы посоветуете девушке, дадите какие-то ей советы. Я вас всех приглашаю ко мне на марафон 4 ноября. Для того, чтобы поучаствовать в нем, напишите в теме письма мне на почту «Хочу в марафон». Присылайте свои анонимные истории просто по меткой «История» или записывайтесь на психологические консультации ко мне как к психологу онлайн по скайпу с темой письма «Консультация». Спасибо за внимание. Всем пока.